Начинается у нас второй тайм. Противостояние Трое-Спартак. Пока что, да, она достаточно равная. Такое впечатление, что и равные по силе соперники сошлись, хотя у Трое уже есть кадровая потеря. К сожалению, выбыл из игры голкипер. Разыгрывать будет сейчас Спартак. Ну, судя по лицам, они, в принципе, довольны тем, как у них получат сегодня играть. Но посмотрим, не расстроит ли их Трое во втором тайме. Потому что шансы на это все-таки есть. Ну да, счет у нас пока что равный. Я думаю, прежде всего, типа, это хорошо сказывается на настроении, все-таки, на мотивации. Потому что если бы счет был проигрышный, да, и казалось бы, когда без вратаря, то вообще сложно. А сейчас, сейчас есть все шансы, чтобы... Интересно, передача из Казаров отдал. Получится ли зацепиться? Нет. Чтобы бороться. Достаточно прохладно, да, для... Уже почти июля. Для середины лета, можно сказать. Чесюк у нас до конца идет отрабатывать. Игра в мяч. Чуть пониже спины принял сейчас. Это игрок с протокадной. Бой-рока, бой-рока. Лево, 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 стань! Прострелы, е! Молодчина, классно обработал мяч. Сбросил пяткой, они продолжают разыгрывать. Лево, два, призов. Хорошо, в пас накалили. Темп немного. Да, ра-ра-я-я-я-я-я. Я даже не ожидал, что так мгновенно, вот да, вот, можно пробить. В дальнюю сторону от Вратаря, все-таки. Александр не совсем готов был к этому удару. Частоется, тем не менее, Спартака. Хоть я и... Чесюк пытался перевести ваут, но не вышло. Немножко подсадил под спинку. Товарищ, я это увидел. И сразу же пресекает, сразу же. Потому что мы видим, что страсти могут накалиться в любой момент. Нас не шуточки бросают. Игрок, который заменяет голкипера сегодня. Трое. Спартака за гульт-аут. Сдача через центр. Но Парту-то не вышло зацепиться. Сейчас интересно, может, контакт... Нет, Казаров не дает развить этот контратак. Да, много мы видим борьбы все-таки. И не шуточное, не шуточное. Противостояние разгорается. Мне кажется, что еще разыграются команды во втором тайме. И мы увидим еще более скоростной и интересный футбол. Классный настрой у обеих команд. Ничего не скажешь. Стреляло. Смотри, как грамотно обокрал. Уи отработал до конца. Парту-то не дал. Пытался забросить, но, по-видимому, не совсем получилось то, что хотел. Казаров у нас подбрасывает мяч, перехватывает этот мяч. Снова Спартак, кто базирует свою атаку. Какой обрезок. Смотри. Удар. Кипер, парирует. Нелегко ему было парировать, потому что мяч был с рикошетом ударен. И им вращался достаточно сильно. Мне кажется, это стало определенным проблемой. Пытается все-таки пробить еще раз, забить еще один гол Троя. Да, это мне действительно необходимо. Интересно забрасывал, но слишком-слишком далеко. Не совсем точно. Передачу забрасывает далеко голкипер, но, увы, мяч переходит в Троя. И они будут водить часа аут, развивать свою атаку. Сейчас разыграли. Держит, держит, контролирует. У меня аж Троя. Думаю, что по этому показателю они обходят Спартак. Да, за Ику решили они поставить Игоря на вороты. Видимо, есть какая-то практика у него. Или большая уверенность, что ли, у ворот, да? То есть, а возможно, просто как капитан решил защищать свою команду. Не точно все-таки бас. Мяч переходит в Спартаку. Они попытаются сейчас выстроить свою атаку какую-то. Наверное, будет забрасывать на шестюк, а такое впечатление. Ну нет, там уже накрыли. Забрасывал в сторону Вратарской, на Константина, но там никого нет. Забрасывал. Просто из одного конца в поле в другое, значит, переходит матч за какие-то считанные секунды. Тяжело, тяжело. С такими темпами играть. И это нужно забивать, ребят, ну как же так? Ай-я-яй. Какой сейчас момент допускают Троя? Досадно. Технично пяткой обработал. И просто мгновенный мяч. Попал в тумбу. Казаров сегодня демонстрирует замечательные свои способности к разрушению и к созиданию тоже. Да, с тобой не поспоришь. Отложенный фолк, товарищ, себе подсказывает. Немножко темп странный сейчас, да? Он как будто охладился. Возможно, это связано с тем, что все команды играют очень закрыто и как-то... Впечатление такое, что на ставку сделали на быстрый перевод мяча со своей половины забрасывать, а там повезет, не повезет. Наверное, это удастся, не удастся. Сейчас обрезка. Пробивал Донтин Кадаяров. Ну, вот теперь, наверное, все-таки решил выйти. Мне все-таки кажется, что все команды обе сейчас будут делать ставку на то, чтобы выбрасывать мяч туда на половину соперника в борьбу и там стараться зацепиться. Все-таки, да, вот и снова мы видим, забрасывает, а там получится, не получится побороться, зацепиться. Встреча порту-то и Фурсенко, но не да, все-таки Фурсенко себя обыграет. Опыт и молодость. Мяч уходит. Ужасная, ужасная сейчас ошибка, недопонимание. Я понимаю, радиоцирование, потому что за каждый мяч сейчас надо бороться и цепляться. Счет 3-3 и командам стоит очень ответственно относиться. Так у нас седьмая минута уже сыграно. Суховато у нас пока что по моментам в обе стороны, я бы сказал бы честно. Ну, очень хорошо в обороне играть, на самом деле. Да, прямо грызутся. То есть удовольствие от такого сильного не получишь, но видно борьбу и стоит отдать командам должное. Это серьезность к этому матчу. Серьезный подход. Ошибку делает, наверное, Тарас сейчас. При вводе аута. Держит мяч трое на своей половине, пытается разыграть. Наверное, ему вытягивают специально, мне кажется, игроков Спартака к себе поближе. Да, он силок это делать, потому что его не встречает. Тем не менее, не прошла эта передача. Хотя выглядело очень перспективно. Сенка, Виктор. Еще один зад. Можно бить. Да, хороший удар, но не хватило все-таки точности. Да, как-то времени в рогах много было, но он как-то слишком уже откровенно пошел в этот удар, и руки сразу похватились и перехватили, можно сказать. Немножко зоны поперекрывали. Спартака пробивает, решили, но не заладился как-то, не пошел этот удар. Не получилось, наверное. Закрытый футбол, обе команды показывают, так интересно, значит, выжидают. Тем не менее, не сказать, что совсем неинтересно. Интересно, если такие матчи смотреть, особенно когда интрига держится до конца. Так, а я думаю, что у нас она будет сегодня будет держаться до конца. Поборолись и мяч у Спартака. Сколько уборол? Би. Сейчас, наверное, они будут снова, да, снова будут забрасывать. Забрасывать далеко от Казарова в надежде, что он нет. Не совсем понятно, раз они сделали ставку на то, чтобы забрасывать, почему Казаров не смещается туда ближе к Вратарску. С его габаритами намного легче все-таки, мне кажется, принять хорновес. Как ты думаешь, Артур, с чем это связано? Я думаю, что, наверное, просто в этот момент они это не планировали. Вот так у нас 100% момент у Портуты. И он не забывает. Как Игорь умудрился, да, прям до конца сыграл. Ну просто стоит аплодировать. Я даже максимально удивлен, да, что он умеет делать такое на ворота. Не зря стал на ворота, как говорится. Все, я видел там гол, я даже расслабился. Мне кажется, даже сам Тарас расслабился за это себя просто ненавидит в этот момент. Шансы были очень хорошие выйти. Фатальная обрезка троя, но Тарас решил не наказываться. Либо за Игорь спас в последний момент. Сложно, сложно так с однозначно сказать. Не открывается никто под передачей, Николай руку у нас скорее не делает. Курсенко будет бить, и это угловой. В принципе, мне кажется, рационально. На самом деле, рационально, да. То есть, это не АБ ударить. Это было, он уже не понимал просто, куда лучше. И решил просто максимально эффективное решение здесь принять. У игрока вдруг ворота, вдруг угловой заработаем. Ну, угловой заработаем. Прострел, но его перехватывают. И развивают крейсерскую скорость игроки. Спартака сейчас Искова пробивает, и это гол. Да, смотри, Искова Андрея у нас грамотно, молодец. 4-3. Я удивлен его хладнокровью, честно. Играет очень хладнокровно. Почему? Потому что он забил. Первый мяч у нас, мне память не изменяет. Сейчас забил, да, то есть, когда надо, вот знаешь, когда максимально надо для команды забить, он забивает. Грамотно все сделал, решил сам смещаться, и видел, что Городкипер немножко растерян, кто же будет сейчас передача или удар, и пробил. И трое снова нужно отыгрываться. Мы сегодня уже отыгрывали и не такое преимущество в Спартака, поэтому шансы, шансы есть. Браслет на порту тут Чудниченко, но... Ну, такая принципиальная борьба. Колено, колено. Колено молочил, и это устарелая травма. Накаляются эмоции, потому что по больному месту... Ну, да, колено надорвал, мне кажется, что... Конечно, это очень-очень неприятно. Я думаю, сейчас нарывается на карточке. Желтый. Очень досадно, потому что застарелая травма, если я не ошибаюсь, это вот Тараса, да? Да, ну, наверное, он уже не сможет. Две травмы уже за игру. Неудачный день, на самом деле. Да. Для здоровья футболиста, в первую очередь. Не везет, не везет. Мне лично показалось, что он случайно попал ему в ногу и таким образом заделал больное место. Очень жестко шли, очень жестко шли они в столкновении, поэтому надо же понимать, что это уже все-таки шревато когда-то жестко играет. Конечно, стоит, стоит собраться с обеим командам и, наверное, менее-менее жесткий футбол, как это демонстрировать, мне так кажется, потому что уже становится опасным. Две такие травмы за один матч. Мне кажется, команда сейчас опять снова охладит свой темп, но колено надо беречь. Немножко он сник сегодня в игре. Пошел сам, сам решил прорываться, и это будет угловой. Ей, умудряется в створ попасть, в штангу. Я вообще в шоке просто, на любого угла. И это гол, да. Пятый мяч избивает у нас. Везение, везение, мне кажется, сыграло все-таки свою роль, но не стоит сбросывать со счетов то, что... Игроки Спартака играли до конца здесь. А трое, такое впечатление, как будто уже немножко расслабились. Думали, что повреждение получил у нас игрок. Попали ему по неприятному... Неприятное место, как говорили. Достоинство. Да, по достоинству. Задето, скажем так. Поборолся все-таки Николай за мяч. Бьет. Наверное, поспешил, мне показалось так. Можно было подождать, пока Казаров все-таки открывался. Тяжело, тяжело сейчас будет. Без Тараса все-таки Спартака, но немножко тяжелее, чем с ним. Я думаю, это скажется на игре. Как ты думаешь? Ну, пока что решительность Чистюка, вовремя подхватившего, да, эстафету капитана, можно так сказать, да, или как правильно по-другому выразить, приносит результат. Команда очень друг за друга играет, это видно, и не хотят терять очки, они с трое. Чувствуют, что еще будут тяжелые игры с Браза-Бро, с ЕСК, и, вероятно, с ССЛК. Там тоже ребята жестко очень играют, поэтому нужно будет и там выложиться. После того, что произошло через себя, и мне показалось, что, да, немножко опасновато он там сыграл. Смотри, хотят использовать сейчас численное преимущество, ну, как численное, имеется в виду свободные зоны. Классно пробил. Мяч сейчас переходил в Спартаку, и нужно постараться зацепиться там, нет, не дают, не дают это сделать. Константин у нас сделал рывок, хоть достаточно тяжелый рывок у него получился. Я думаю, что там Максим, мы постараемся ему максимально осложнить проход этот, и с своей задачей он справился. Проходит ночь. Все-таки далеко немножко отпустил от себя мяч. Правый два, правый два, правый два! Продерживает мяч в трое, нужно бить. Удар, но мимо. Хороший удар. Не точный, правда. Но удар плотный, и я думаю, опасный в любом случае для вратаря, даже когда рядом. Видим, что все-таки не стихает напряжение в игре, и интрига все-таки дальше продолжает держаться. И можно забить, и это гол! Счет становится 6-3. И Киско Андрея забивает еще один гол, и делает, на мой взгляд, все-таки фундаментально важный для этого матча свой, так сказать, внесок, я бы сказал. Ну, хэт-трик, хэт-трик, да? Если память не изменяет. Согласен? Да, ну, очень важный сейчас, он два мяча с Дерилл во втором тайме. И в первом тайме открыл счет, очень важно. То есть, ну, нельзя это не отметить. Тяжело сейчас будет крайне, тяжело трое, у нас счет... 6-3, но тем не менее, они не сдаются, и забегали, такое впечатление, как у Десет Терилл пропущенный мяч. Ихние силы, очень-очень в высоком темпе все-таки продолжают играть у обе команды. Хотя, может, не дает грамотная игра в обороне показать все те скорости, на которые не способны? Да, но тем не менее, сейчас выпускает пятого игрока, я думаю, Максим Цинский будет подключаться в поле. То есть, попытается использовать численное преимущество. Уверен в этом, да. Ну, очень-очень жестко пробивал, но мне показалось, что он целится все-таки мяч. Мне тоже так показалось, что... Не хотел он. Просто, когда прибавит на максимальное, как говорится, возможности игроков, судьи стараются как-то присесть, да, какие-то фолы, и не всегда все замечают, я так думаю. Поэтому обижаться, что-то и что-то команде не стоит. Целился в мяч, но попал все-таки по ноге, поэтому формально фол был. Ну, да. Наверное, мне кажется, что все-таки будет разыгрывать, хотя можно и пробить. Там решил пробить Николая, но фиксирует это. И тут же уже разгоняет свою контратаку. Ну, а Николай вернулся от работы. Перехватывает сейчас передачу Василия Дуараша. Один, блядь! Грамотно сыграл сейчас Андрея, убрал игрока, попытался пробить, но не получилось. Нужно бить, и в последний момент выносит просто с линии. Да, просто чудом чудом выносит этот мяч в трое. Напряжение не стихает у нас в игре, хотя казалось бы, что преимущество уже существенно есть у Спартака. Тяжело им без вратаря, я уверен, в первую очередь. Это сыграло немаловажную роль, я думаю, в матче все-таки. Вот, разыгрывать трое. Да, сейчас, конечно, они пошли, то, что называется, вабанг. Посмотрим, принесет ли это свои плоды, свои результаты. Семь минут играть. Возможно, им стоило подождать все-таки с игрой вабанг, нет? А мне кажется, нет, поздно ждать. Три мяча все-таки Константин, семь минут, каждую минуту забить мяч, это сложно. Тайм-аут, мне кажется, бросит Спартак. Силе. Вот. Я думаю, что не совсем довольны исходом этого матча игроки Туроя, все-таки у них были более надежды. Но, увы, какое-то невезение с травмой голкипера наверное, внесло все-таки коррективы. поэтому вот так. Ну, игроки Спартака все-таки, наверное, передохнут немножко. Да, посмотрим, к чему это приведет в дальнейшем. Я думаю, что гол Туроя может еще добыть, а далее уже понятно, когда они это смогут сделать. если это сделать по времени удобно для себя, то возможно, еще попытается допрессинговать. Если нет, если под самый занавес, то, я думаю, уже, конечно, мотивация потеряется. Ну, вот видели, как только что раздался у Виктора Фурсенко, как вот дальше им вести тактику и стратегию игры. И, наверное, мы будем больше прессинга от Троя, я так думаю. Хорошо, сейчас они интересная атака, но... Цыклицкий, Илья, выключился. Полностью выключился. Классную ему передачу шел бы на движение и смог бы пробить. Нет, он остановился в ногах стоящих, стоял. Скориться было крайне сложно. Вико забрасывает. Спартак все-таки решил, наверное, закрыться и будет сейчас одного лишь рука оставлять на половине соперника с надеждой, что будет возможность на обрезки, на контратаке и на какую-то борьбу. Коксаров проходит по флангу. Какая скорость, ты посмотри. У него, но... Молодчина, да. Концент, концов, Максим. Оказался в нужное время, в нужном месте и не давал. На опыте, на опыте остановил. Кусенко. Роша, передача. Иии... Нет, голокипер спасает, нужно добивать, но как-то поспешил все-таки. Показалось ему, что голокипер уже очень быстро снова окажется на ногах и поэтому решил как можно быстрее пробить. Ско. Супенция, но все-таки угловой. Наверное, нет, все-таки решает прострелить. Неудачно принял Фурсенко мяч, тем не менее... Мяч стал с утрое. Эффектно сейчас он проходит, но... А зачем, когда трое в один? По обрезку. Не совсем брежный был пас, но тем не менее мяч все-таки... Нет, не совсем хороший удар был сейчас от Андрея. все-таки, мне кажется, какая-то устрасть уже начинает сказываться на игре у нас. неудивительно. Столько борьбы и такие высокие скорости нас демонстрируют обе команды. это угловой все-таки мне показалось. Ну, матч, честно скажу, с разным темпом был сегодня. И быстро бегали, и травмы получились, темп сникал. Из-за того, что он драматичный, нервный. Да, но я думаю, вратаря крайне не хватает трое. нужно, ну, как так вот, ну, ай-яй-яй, ребят, ну, кто-то трое сейчас, по-моему, не воспользуются очень хорошей возможностью для того, чтобы сократить отрыв Спартака. Тяжело, тяжело сейчас найти какой-то зоны для атаки и игрокам трое, и можно их понять. В этом смысле, потому что очень плотно играют в обороне Спартак. Они будут держаться, наверное, как спартанцы в каком-то смысле. Нужно было обидно показать, хотя нет, может быть, это было громадным решением. Прям не лезет. У них мяч сегодня. Молодцы. Стоит отдать должное Спартаку и вратарю. Черниченко сегодня отлично стоит на воротах. По-моему, без ошибок сегодня он стоит. Ну, первый гол не обязательно пропустил, но потом собрался, сконцентрировался. не как-то по традиции. Первый мяч или там один из мячей как-то не очень, да, взрачный. Да, не очень нужен, не очень взрачный. Хотя на струю команды стоит тогда должное вообще превосходное. Левый, левый, правый, низший, правый, низший. Перевел все-таки Николай счастью на аут, я так думаю, на угловой. Не дал передачи пройти пройти. Вязкая, вязкая. Все-таки пошла сейчас игра, но тем не менее, как грамотно сейчас сыграл Андрей и ну, ребят, ну, ай-ай-ай. Это не та команда, которая даст спокойно так катать у своих ворот. Семка пытался сейчас за счет какой-то... Чересир много, мне кажется, он сделал змейки в этой ситуации. Непонятно, какая-то ситуация. Ну, я считаю, пола не было. Да, мне бы тоже показалось, что там уже сам Николай падал. Все-таки зацепились за мяч, ну, как-то так странно, вот, споткнулся, буквально на ровном месте Андрей подскользнулся. Да. И сейчас уже развед атаку трое, ну, ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да. Я что-то как-то... Решающий нужный момент, не попасть к мячу. Момент. Не получается у трое сегодня заколотить все-таки мяч. Это уже приступы усталости в первую очередь. Я считаю, потому что, ну... У тебя и большая скамейка была запасных у трое, но, тем не менее, удар. Флотный был удар, но принял в спину в спину. Почетник Спартака. Урост. Он правильно делает, что пробивает. Он единственный, сегодня, кто бьет и бьет, и бьет, добывает счастье, как говорится, в ворот. А команда, на самом деле, трое сегодня в целом вся как-то мало пробивала по воротам. Мне кажется, это и стало поводом для того, чтобы, ну... вот сейчас. И хорошая задумка была, но, увы, мимо ворот. Да, все-таки везение какое-то, оно играет важную роль, мне кажется. Всегда. Более все-таки оно играет важную роль. Шуббайт сейчас фатально Николай, и это должен быть гол. Да, забивает все-таки второе, сокращает разрыв, счет 0-6-4. Цеглицкий, Илья у нас поразил ворота, и... Под занавес матча. Очень драматичный матч. Было все и травмы, и столкновения, и тяжелая борьба. Но, тем не менее, побеждает Спартак. Да. Сослужено или нет? Молодцы. Молодцы. Нет, стоит остать должное. Молодцы. Четыре матча подряд. Победа. Красавцы. И заслужено первое место.